Приветствую вас. Вы знаете, я хотел бы, наверное, указать на несколько деталей вашего вопроса, который вы задаёте. Первое, первое детальное, это то, что вы, судя по тому, что вы пишете, несколько неверно начали выстраивать отношения с девушкой. Потому что, девочки, вы как-то сразу выходит, дали понять, что вы перед ней только мужчина. То есть вы перед ней только как мужчина выглядите, выглядите. Вот. Не как человек, не как личность, да, а именно как мужчина. И, конечно, конечно же, как мужчина вы, наверное, не можете, действительно не можете позволить себе быть слабым. Но правда в том, что рано или поздно вам придётся быть слабым. Рано или поздно вам придётся продемонстрировать какую-то слабость. Рано или поздно вам придётся показать, что вы не идеальный. Рано или поздно вам придётся показать, что есть вещи, с которыми вы справиться не способны. И когда это произойдёт, когда и если это случится, вот. Ну, наверное, наверное, лучше, чтобы девочка была в курсе. Потому что то, что это случится, то, что это случится вообще, сомнений нет. Это случится. Рано или поздно это вне всякого сомнения случится. Ну, вы можете сколько угодно этот момент отцегивать, но отцегивая, не отцегивая, и всё равно это произойдёт. Вот. Поэтому, наверное, это первое, что вы сделали, вот, по отношению к себе, деструктивно. Вот. Это первое. Вы выступили перед девушкой только мужчиной, вот, не человеком, да, не личностью, а именно мужчиной. Вот. Ну, и начнём, собственно говоря, и, в общем-то, погорели. И простите меня за прямоту, потому что возникли у вас трудности, вот. Возникли у вас проблемы, что вполне нормально и естественно. Вот. Следующий момент, это то, что вы сомневаетесь в своих чувствах и не выразили их той же девушке. Вот. В прямом смысле этого слова. Вы не выразили свои чувства девушке, вы не донесли до неё, что вы ощущаете, да, вы не донесли до неё, что у вас, к примеру, есть какая-то трудность, что вы переживаете, там, за что-то или... почему-то или как-то, вот. А, соответственно, это сомнения. Это недоверие, точнее не сомнения, это недоверие. Это недоверие... себе. Это недоверие своим чувствам. Это недоверие своим эмоциям. Это недоверие тому, which you want. очень хочется, это недоверие самому себе, вот, это такой момент. Дальше, значит, как можно исправить ситуацию, чтобы повысить мою оценку перед девушкой? Представь себя оценивать, то есть я не очень понимаю, как именно вас, девушка вообще оценивала, вот, то есть как, как это все вообще происходит, или происходило, или происходит, как, потому что, если девушка вас оценивала, то, а в какой стране она вас оценивала, как она вас оценивала, как у нее получалось оценивать, ну, вас, вот, то есть, ну вот этот момент, он, честно говоря, непонятный, честно говоря. То есть, оценки, оценки, если она есть, оценки всегда нужно соответствовать. К сожалению. Вот. Всегда нужно соответствовать. Вот. И если ей нужно соответствовать всегда, то всегда есть напряжение. Вот. Ну, относительно того, а смогу ли я соответствовать, вот этой вот ответственность, смогу ли я соответствовать тем, ну, требованиям, которые я сам, например, себе, или, там, через, ну, через кого-то поставил. Вот. Поэтому, конечно, есть, эээ, ээ, ну, есть некоторые, некоторые трудности. Безусловно. Безусловно, есть некоторые трудности. Вот. Поэтому отказ от, от оценок, эээ, использую, опять же, того, что вам важно, использую, эээ, того, что вам ценно, вот, и является теми, теми, теми действиями, которые вам можно и нужно совершить для того, чтобы лучше себя чувствовать, вот. Это работает, ну, наверное, вот только так, только, ну, только вот в такую сторону, и никак, никак не работает по-другому, вот. Девушка. Ну, девушка, конечно, может вас либо принять, либо не принимать, вот. То есть тут, конечно, есть определенная сложность, вот. Девушка может вас, ну, может от вас уйти, может вас бросить, вот. И я понимаю, что не всегда это что-то такое желанное, вот. Но здесь, опять же, вам нужно определиться с тем, насколько вы, как, точнее, вы выстраиваете отношения с, ну, вот с ней, с девушкой, кстати. Потому что у меня возникло такое, такое вот чувство, что вы, ну, как будто бы, как будто бы, ну, не очень близки, что ли, с девушкой, вот. И если это так, то это огромная проблема. Огромная, большая проблема для вас, вот. Потому что, извините, отсутствие такой вот близости с девушкой сразу на начальных этапах, это серьезная, брат, проблема для отношений, вот. Ну, и то, что вы, вот, боитесь показать, что у вас могут возникнуть трудности, это уже не принятие себя, это уже не принятие того, что эти трудности могут быть. Но, знаете, это вопрос о том, насколько вы, ну, можете, готовы быть слабым, да. Вот, если вы не готовы быть слабым, то все это, ну, я имею в виду отношения с девушкой, тоже все это очень временно. Потому что вы устанете и начнете либо требовать чего-то к себе, какого-то отношения к себе, либо будете как-то вот реагировать на то, что происходит. Ну, ну, между, между, между вам, между вам и девушкой, негативно, вот. Так что все это лучше сразу, как-то вот на берегу, да, все это лучше убрать, вот, все это лучше ликвидировать. Ну, конечно, вам решать, хотите вы это делать или нет, но, вот, идея, она такая, есть, по крайней мере, по крайней мере, вот. Вот, ничего страшного не произошло, проблемы есть у всех, важно то, как вы относитесь к этим проблемам, если вы к проблемам относитесь плохо, то и девушка, скорее всего, тоже будет относиться к их плохо, так же как вы. Если вы воспринимаете это как слабость, то и девушка это будет воспринимать тоже как слабость, потому что у нее, по сути, нет выбора, вот. Так что, если вы устраиваете отношения с девушкой, в том ключе, что хотите быть сильным, что хотите быть идеальным, то, ну, будьте готовы к тому, что у вас будут некоторые трудности в этом, вот. Потому что вы человек, как у любого человека, у вас есть свои, ну, свои проблемы, свои недостатки, свои противоречия, свои сложности, свои слабости и прочее, 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 прочее. Так что, решайте, решайте сами, как вы будете действовать в этой ситуации, вот, как будете действовать, так, в общем, ситуация будет складываться, по большому счету. Ну, если хотите, чтобы мы вам помогли, то обращайтесь за помощью, я думаю, что наши специалисты, и в том числе и я, готовы вам помочь решить ваши проблемы так и так, чтобы вы с ними больше не сталкивались. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.